Салют, дамы и господа, приветствую вас! С вами я, Метатроныч, и давайте сегодня мы разберем на примере бесплатной программы Audacity, заодно с ней познакомимся, как записать звук в домашних условиях и как убрать из него шумы. Будем записывать на мой любимый микрофон Zoom H1, как вы видите. Ну, давайте вначале разберемся с интерфейсом и вообще пару слов о программе Audacity. Программка является бесплатной. Не подумайте, что если она бесплатная, значит она плохая. Нет, ею пользуются метры гораздо-гораздо высокого полета, которые зарабатывают большие деньги на том, что озвучивают различные ролики, передачи. Ну, в общем, люди, которые занимаются озвучанием, которые продают свой голос. Они прекрасно пользуются этой программой. Если им подходит, я думаю, и вам тоже программа замечательно подойдет. Поэтому не бегите покупать что-то дорогое, вот, а у Audacity то, что нужно. Все понятно, интерфейс весь понятный, языков здесь очень много, русский по умолчанию есть, и там целый-целый выбор. То есть, неважно, на каком языке вы общаетесь, если вы меня понимаете, наверное, на русском. Ну, в общем, русский язык здесь имеется. Собственно, функциональные клавиши, да, как прослушивать, остановить, ну, и, собственно, записать. Все логично, все понятно. Здесь у нас инструменты, ну, сюда мы подробно вдваться не будем. Уровень воспроизведения, уровень записи. Опять же, громкость воспроизведения, уровень записи. Снова. Здесь мы выбираем, значит, через какое аудиоустройство будет выходить звук. Но если у вас в компьютере одна аудиокарта, скорее всего, встроенная, то у вас будет вот здесь выбрано переназначение звуковых устройств. Вот, в моем варианте это линейный выход Scarlett 2i4. Далее, выбираете микрофон. Снова, если у вас простой микрофон, тот же Genius за 100 рублей, который включен сзади вашего ПК или ноутбука просто в разъемчик типа Jack, то, опять же, скорее всего, вы выберете переназначение звуковых устройств. Ну, либо если у вас какой-то кодек, то, возможно, какой-то вариант будет из кодеков. В общем, здесь не пугайтесь, вы выбираете любой, и как только запись начнется, значит, вы нашли свой микрофон. В общем, страшного здесь ничего нет, пугаться не нужно. Переходим к каналам. Стерео или моно. Могу сказать сразу, писать нужно в моно. Мы сейчас говорим о записи голоса. Писать нужно в моно, даже если у вас стерео-рекордер или стерео имеется. На моем примере можно, например, выбрать веб-камеру C920, она пишет стерео. Ну, или тот же Zoom H1, он тоже пишет стерео, прекрасно. Но стерео нам не нужно. Запомните, если вы пишете голос, то так или иначе вам его придется обрабатывать в моно. Потому что здесь можно сразу выставить моноканал и писать в моноканал. Бывает такой случай, что вы не знаете, в какой канал будет писаться ваш микрофон, влево или вправо. Поэтому вначале можно оставить стерео, включить запись, посмотреть, в какой канал влево или вправо пишется у вас запись, выключить ее, ну и дальше оставить только этот один канал. Например, сейчас мы эту запись удалим. Оставим один канал моно. Это будет у нас левый канал. Вот, пожалуйста, будет у нас такая вот, такая вот, растакая. Вот, кстати, уровень записи бегает. Такая монодорожка. Монодорожка. Пока оставим два. Далее переходим к частоте проекта. Сколько в герцах, что выбрать. Смотрите, друзья, какая ситуация. Если вы пишете для себя, звучит как-то не очень, ну, я буду по-простому все-таки, да, если вы пишете для себя и не претендуете на какую-то коммерцию, раскоммерцию, тем более, если вы записываете звук для Ютьюба, то тоже, возможно, вам это не понадобится. Пишите в 44100 и этого будет достаточно. Ну, а если вы занимаетесь коммерцией, то, ну, вы и так знаете, в чем вам писать. Кто-то пишет в 96 тысяч герц, пожалуйста. Кто-то пишет 48 килогерц. Но вообще считается 48 килогерц само то. Само тот стандарт для коммерции. Опять же, смотря для какой. Я имею в виду аудио. Аудио, именно голос. Так, возвращаемся на 44100, дабы не заполнять память, потому что чем выше у нас будет частота проекта, тем большего объема будет файл, друзья. И также сейчас, вот смотрите, есть такой хинт, можно сразу, да, нажать на запись, а можно перед записью выровнять уровни. Жмем на паузу, жмем на запись. Запись не пошла еще, она пойдет, когда мы отожмем паузу. Но уровни, видите, бегают, и они просто запирают аж в ноль. Это очень громко, поэтому я сейчас на своем рекордере, Zoom H1, просто уменьшу input level, делаю его меньше, 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 меньше. Ну вот, примерно так вот, отлично. Смотрите, примерно так вот, да. Как видите, один канал чуть больше записывается, один чуть меньше, потому что он стоит ко мне под углом. Но нам не важно, потому что мы оставим все равно один только канал. Один канал. Ну, к примеру, вот вы начали записывать два канала. Один, два, три, четыре, пять. Тестовая запись. Zoom H1. Два канала. Итак, вы записали два канала. Останавливайте запись. Что вы видите? Вы видите здесь просто интересную вещицу. Два идентичных канала. Тут не настолько все это разное, чтобы, значит, сильно различалось стерео. Стерео для голоса не нужно. Зажимаем control, вращаем колесо мыши, можно увеличить, уменьшить. Зажимаем shift, вращаем колесо мыши. Бегает вот нижний слайдер. Да, вот нам что интересно? Нам интересно вот эта вещь. Видите? Вот эта вещь, это шум. Это все вот шум. Это шум, это шум, это шум. Нам надо его убрать. Полезный сигнал у нас здесь находится. Да, вот. Вот это все, что между мы молчали, это шум. Лучше всего, пред началом записи, включить и немножечко помолчать. Давайте я вам вначале, ну, чтобы записать чисто шум. Вначале я вам покажу сейчас, значит, как разделить стереодорожку, собственно, надпись, разделить стереодорожку. Любую из них удаляйте, какая вам нравится, какая не нравится. Потом заходим сюда, ставим вариант mono, пожалуйста. Вот вам монодорожка. Давайте теперь сразу запишем монодорожку и запишем ее по правилам, как нужно записывать, чтобы удалить шум. Нужно некоторое время помолчать. Всем включаю запись, обращайте внимание, включаю запись и начинаю молчать. Хотя бы секунд пять, ну, иногда и три достаточно. Так, один, два, три, четыре, пять. Тест метатроны, чем Zoom H1, видеоурок, аудасити, как удалить шум. Парам-пам-пам. Так, друзья, к сожалению, я не знаю, пишется ли, пишется ли, пишется ли звук отсюда, будет ли его слышно на записи. Вот в чем дело. Вот этот звук, если я сейчас включу. Давайте проверим. Так вот, ставим на начало, например, и вот он шум. Это все шум, шум, шум. Потом начинается голос. Так. Видите, да? Нам нужно убрать шум. Чтобы убрать шум, что мы делаем? Прежде всего, мы выделяем участок шума, где нет у нас полезного сигнала. Это может быть большой участок, либо маленький. Но тут у нас все одинаково. Можем даже ближе посмотреть. Вот он, одинаковый шум. Это просто работает рядом ПК. Я записываю сейчас прямо возле него. Вот. Это шум от кулеров. Вот он такой весь одинаковенький. Далее. Заходим во вкладку «Эффекты». Эффекты. Выбираем. Удаление шума. Видите, да? Удаление шума. Нажимаем. Здесь мы нажимаем. Создать модель шума. Это вот это вот мы выбрали. Это как раз таки модель шума нашего. Создать модель шума. Дальше выделяем всю нашу композицию, всю дорожку. Двойным щелчком. Нажимаем «Эффекты», либо «Контрол-Р». И здесь нажимаем «Повторить удаление шума». Оп! Смотрите, магическим образом наш шум исчез. Все. Дорожка чистая. Практически. Видите? Да. Сейчас. На начало включу, а то я тут в микрофон-то говорю. Сейчас. Поехали. Смотрите внимательно. Вроде бы чистое, но что-то есть, да? Как нам это увидеть? Делаем приближение. Видим, что шум мы удалили, да не весь. То ли дыхание, то ли еще что-то осталось. То есть, все, что ниже 40 Гц, можно, в принципе, смело удалять. Так. Опять делаем эффекты. Удаление шума. Создать модель шума. Двойной щелчок. «Контрол-Р». Ну, или вот так вот, да? Я лучше так вам покажу. Все. Убрали. Это осталось, видимо, мое дыхание. Придыхи и вздохи. Далее возвращаем правой кнопочкой мыши, возвращаем наш вид. Вид нашей дорожки. Ну, и можно сохранять. Смотрите. Берем файл. Экспортируем. Экспортируем в удобный нам формат. Я экспортирую, например, вейв, пожалуйста. Можно сохранить вейв. Нажимаем «Сохранить». Появляется вот такое вот окошко. Оно у меня появилось в другом месте. Так. Нажимаем тут. Можете все заполнить, как вам нравится. Нажимаем «Ок». Все. Произошло сохранение. Файл готов. Можете вставлять его в свое видео. От шумов вы избавились. Ну, какие еще варианты, да. Это, конечно, все эти окошки растягиваются, как вам угодно. Можно здесь и эти шумы убрать. Что-то сейчас я послушаю. Сейчас, секунду. Тоже какой-то шум. Вроде как и не вздох. Просто тоже какой-то паразитный шум. Можно и его тоже убрать. Но не увлекайтесь, понимаете. Если вы не знаете, да, что это за шум, вы можете порезать полезный сигнал. Удалить из него какие-то частоты. Вот. Можно все это посмотреть в спектрограмме, что интереснее, да. Вот мы видим наши шумки, да. Вот один, вот второй. Вот они какие яркие, хорошие, да. Ну, вот прям куда он уж вылез. Ну, ладно. Скорее всего, на записи вы это ничего, ну, то есть на воспроизведение вы это уже ничего не услышите. Переходим в нормальный вид, более всем понятный и удобный. Вот. На выходе вы получите чистый файл, который вы можете дальше использовать. Да, конечно же, самое главное еще, если вы пишете в помещении, где все тихо, у специальной комнаты, да, то, ну, уровень шума у вас будет только, только электронный, да, какой-то, который в самом устройстве, это вообще ерунда и мелочи. Если вы пишете в шумном помещении, очень шумном, то вот такое удаление шума вас не спасет. Как ни крути, все равно что-то где-то останется, где-то вылезет, либо исказится голос настолько, что, ну, никак не поможет это. Поэтому, конечно же, да, лучше всего писать в отдельной комнате со звукоизоляцией, звукопоглощением, чтобы не было эха и так далее и тому подобное. Но, как говорится, мы, и вы, и я работаем в различных условиях, и такой прием вам пригодится. Собственно, давайте на этом закончим этот видеоурок. Если вам понравилось, можете ставить большие пальцы вверх и подписываться на канал Метатроныча. Здесь всегда что-то новое, интересное и полезное. Вначале я хотел сделать несколько видеоуроков, но решил сделать пока что вот один такой большой, объемный. Все, на этом точно все. Вроде ничего не забыл. Показал, как экспортировать. Проект можно сохранить. Записывайте звук в моно, не забывайте. В принципе, 44100 вам будет достаточно. Да и я иногда пишу 44100, как бы не обламываюсь. Любители 48 кГц, ну, вы уж простите, тут может холивар просто разыграться на этот счет. А, что-то я опять увлекся, уже попрощался же, да? Ну, тогда все, пока-пока. Совсем забыл показать, что же получилось у нас на выходе. Давайте вот кусочек. Так, один, два, три, четыре, пять, три астаминдатора. Собственно, шума больше нет, мы его не слышим. Задача решена. Па-бам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова